Я приехала из города Лизань. Я из города Москвы. Я приехала из города Лизань. Представляю я город Черкесск. Я из города Москвы. Я приехала из города Лизань. Из города Ростова-на-Дону. Я приехала из города Лизань. Итак, мы сегодня находимся на прекрасном празднике, который идет параллельно с таким событием спортивным, как Олимпиада в Сочи. У нас здесь происходит своя Олимпиада. Здесь идут финальные конкурсы World Russian Beauty, большого конкурса красоты, моды, талантов. И подходит к концу первая часть этого конкурса, самого трогательного, самого интересного, когда выступают наши самые юные участники. Продолжение следует... Продолжение следует... Как представитель жюри хочу сказать, что сегодня я увидел на самом деле прекрасное зрелище. Маленькие детишки, начиная прямо с четырех лет, показывают просто чудеса творчества. Они настолько подготовлены, настолько уверены в себе. Я думаю, что это хорошая закалка на всю их будущую жизнь. И, наверное, мне кажется, разговоры, которые сейчас ведутся о том, что нужно с детскими конкурсами как-то остановиться и, может быть, даже их прекратить, мне кажется, это совершенно несостоятельное заявление, потому что именно в таком возрасте закладываются и, скажем так, основы и стиля, и основы хорошего вкуса. И ребенок, находясь на этих мероприятиях, он становится более коммуникабельным. Он чувствует... умеет общаться со зрителями, он узнает, как себя подать. И уже в более таком зрелом возрасте все, что было вот до этого, даст ему прекрасный, хороший фундамент для будущей жизни человека, который уверен в себе. Человек, который знает, что такое вдохновение, знает, что такое стиль, знает, как одеваться, знает, как ходить, знает, как разговаривать с людьми. И, в общем-то, это новое поколение культурных, красивых людей нашей страны. И поэтому я считаю, что этот конкурс будет развиваться. Это видно по родителям, которые сидят в зале. Если бы это было противоестественно, ни один бы родитель не привел своего ребенка на такое мероприятие. Я бы лично этого не сделал никогда. Поэтому, наверное, может быть, говорят об этом те, у кого взрослые дети, у кого, может, их вообще нету. А может, те, кто просто не хочет заниматься своим ребенком и никуда его отправлять. Вот запомните, мы. Не все, что вы потратите время свое сейчас, вот на все эти мероприятия, все вам это воздастся с торицей вашей будущей жизни, и ваши дети порадуют вас не один раз. Только у нас в России столько таланта. Красота – это прекрасно, и все стремимся к этому прекрасному. Я, например, многодетный отец, у меня четверо детей. Могу вам сказать, что я бы с удовольствием, дочка, пригласил участие на таком конкурсе, если бы она была в России и могла бы здесь как бы поучаствовать. Это очень красивое и очень интеллектуальное мероприятие. Конкурсы красоты – это те конкурсы, которые, на мой взгляд, они развивают молодых дам, развивают молодых девушек, дают им цель в жизни, стремление себе показать, показать себе самые лучшие стороны. И не надо забывать, что все-таки конкурсы – это определенное обучение. В этом году я участвовала в многих конкурсах. Этот конкурс был очень запоминающимся, так как здесь было очень много людей, я много с кем познакомилась, было очень много впечатлений. За этот год я побывала в Америке, в Казахстане, в Москве два раза. Мне очень везде понравилось, но впечатлений все-таки больше получила я здесь, так как здесь было больше народу, чем на всех других конкурсах. Мне очень понравился Fashion House в прошлом году. Я бы с радостью приехала его еще и еще. На том конкурсе я заработала много наград. Загадок много, но не знаешь, что это правильный ответ. Приехала с Новороссийская, чтобы вас тут удивить. Я очень счастлива, что здесь оказалась. Конкурс просто великолепный. Мне очень понравилась организация. Девочки все очень дружные, мы друг другу помогали. В общем, все было вообще замечательно, шикарно. Я живу в прекрасном крае, где утесы смотрят ввысь. Это мой кусочек края, город Порт, Новороссийск. Дорогие друзья, я прослушал сегодняшнее детское выступление талантов наших российских. из 25 городов. И уровень на сегодняшний день чувствуется, что растет с каждым днем. Когда думаешь, что столько народу, все в таких шикарных платьях, ты волнуешься и думаешь, что сейчас все. Мне очень понравилось. Было, конечно, большое волнение, потому что много зрителей, большой зал, очень серьезный конкурс. Я думала, что все, выйдешь, растеряешь, и все, и все, и все, и все. Да, все получилось. Это красиво, когда здесь оставаться и участвовать в модели конкурса. Но очень красиво там. Это за консультик красивый. И вот, конечно, у нас сама от этого зала сойти и ходить по подлинному. Хочу сказать большое спасибо своим родителям, большое спасибо всем, кто здесь работает, и моим друзьям, потому что они всегда меня поддерживают и смотрят на меня. Я желаю всем участницам победы, хорошего настроения. Здесь очень много красивых и достойных девочек, очень много нарядов, и я хочу сказать спасибо моей маме и моему руководителю за то, что подготовили меня. На этом конкурсе, когда я приезжала в прошлом году, мне очень понравилось. Тут добрые люди, атмосфера как будто семейная. Спрашивают, как дела, и ты чувствуешь себя как дома, как будто ты у себя на родине. Тут, можно сказать, чудеса свершаются. Здесь поддержка со мной. Моя мама. Победите у меня на Инчиплане. Поддержите сегодня меня. Я была в восторге. Я приезжаю уже не первый год и вижу, что я поднимаю все высшие и высшие. Радую новые таланты, новые оформления. Дети становятся открытыми. Это действительно очень хороший уровень. Собственно, то, что всегда показывает Вадим Боревич на должном уровне. Очень много заявок, очень много достойных номеров. Сегодня выступала моя дочь. Организация, конечно, супер. Все было на высшем уровне. Детки умнички, все хороши. Все молодцы, руководители и организаторы тоже им большое спасибо. Большой респект, как говорится. Молодцы, организовали и нужное дело. Поскольку детей талантливых, надо поддерживать в нашей России и хоть какие-то радости им приносить. Я хочу сказать, что все, кто здесь находится, они все победители. И они все будут представлять Россию на финальном конкурсе моделей и конкурсе красоты в Нью-Йорке 1 мая 2014 года. Те подарки, которые мы получили, это только маленькая часть. Другие подарки, очень длительные представители, денежные сертификации, и бесплатные приглашения, и поездки по нарубежных площадках, мы все вам выдадим. Благодарю вас, что принимаю. Спасибо вам большое. Оператор Редактор 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 субтитров А.Семкин. Корректор Редактор 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 субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...